Всем привет! Я очень часто слышу, что люди не начинают учить английский, потому что есть стереотип, что если начинать, то это по два, по три раза в неделю, по несколько часов, а столько времени найти очень сложно и так далее. А как вы думаете, можно ли учить английский 15-30 минут в день? Это вообще эффективно? Мы сегодня рассуждаем на эту тему и даем вам пошаговую инструкцию, как можно это делать. С вами Вероника и Bazzle English. Сделайте себе 4 активных мини-учебных дня. В идеале, конечно, 5, но это по желанию. Но чтобы не больше 5, чтобы было время эмоционально отдыхать. Теперь специфика. Мы делаем, что попало каждый день? Нет. Каждый день должен быть сосредоточен на одном навыке, но при этом не должны быть проигнорированы и остальные. Что все это значит? Как можно все успеть? Навыки можете распределять по дням как угодно, но допустим так. День первый в приоритете writing. День второй в приоритете reading. День третий в приоритете speaking. День четвертый listening. И день пятый повторяем. Теперь поподробнее про каждый день. День первый writing. И сразу же важное замечание. Writing это не значит, что вы должны писать только письма или жалобы. Обратите на это внимание и это сразу облегчит вам жизнь. А что же это может быть еще? Пишите комментарии под видео, под постами. Реакции. Напишите кому-то что-то в директ. Например, что вам нравится блог или какая-то добрая мысль, реакция на контент. Группа чат. Создайте группу в каком-то мессенджере с друзьями, где будете обсуждать то же, что и обычно, только на английском языке. Мемы, кафе, кто какой фильм посмотрел. В идеале, чтобы это были люди, перед которыми вы не боитесь ошибиться. Которые просто с вами на одной волне. Почему это важно? Чем меньше вы напрягаетесь и чем больше положительных эмоций вы испытываете, тем больше вероятность того, что вы это не бросите. Далее. Заметки, планеры. Переключите введение календаря, шоппинг-листа, списка дел на английский язык. Это мелочь, а все-таки она заставит вас думать в это время на языке. Онлайн-тесты. Можно даже проходить онлайн-тесты. Например, на тип личности на английском языке, где ты письменно заполняешь информацию о себе или иные формы. Некоторые сокращения и сленг можно узнать, только переписываясь с иностранцами в интернете или как раз читая комментарии. Это не является способом выучить английский в совершенстве, но современному письменному английскому научат. И последняя мысль про writing. Если вы точно не поняли, что именно вам нужно делать или какой из вариантов близок, подумайте о своих целях. Для чего вам нужен письменный английский? Работа подразумевает общение с зарубежными коллегами по e-mail или написание рекламных текстов в соцсетях. Или вы хотите написать книгу, или, может быть, вести блог. Или для обычного общения понимать других и, понятно, доносить свои мысли. На это и направляйте свои усилия. А теперь переходим к пункту. Посвящая день одному навыку, нельзя игнорировать другие. Что это значит? Как можно подключать другие навыки? Например, прочитайте свой комментарий, свой план, да все, что вы написали вслух. Можно еще и с красивой интонацией. Получилась тренировка произношения. Чтобы написать комментарий, вы могли предварительно посмотреть мини-видео или полноценное видео. А это уже был listening. Можно даже прочитать несколько чужих комментариев. А вот уже и reading получился. Видите логику? Поэтому это совсем нетрудно и не страшно. Но осознанно подключая другие навыки, вы делаете этот процесс более эффективным. День второй. Reading. И здесь тоже снимаем установку, что reading это только читать книги. Тут много и других вариантов. Сейчас разберем. Но начните с того, что прочитайте то, что вы написали в другие дни. Да, это тоже reading. Теперь предлагаю посмотреть на самые распространенные трудности, с которыми сталкиваются многие, когда пытаются читать на английском языке. Слишком много незнакомых слов, поэтому приходится постоянно прерываться и заглядывать в словарик. Все слова вроде знакомые, но сложно понять смысл предложения. Или чтение продвигается очень медленно, уже потеряли нить сюжета, становится неинтересно. Что-то из этого вам знакомо? Но ведь при чтении на русском мы легко можем пропустить непонятное слово. Сюжет нас захватывает и мы двигаемся дальше. Пробуйте практиковать тот же подход и в английском, отбросив перфекционизм. Прочитайте главу на скорость, не останавливаясь на каждом слове. Выписывая каждое слово, мы только раздражаемся, получаем негативный опыт, бросаем и вспоминаем это уже как страшный сон, который не хочется переживать снова. Два правила в самом начале. Выбирайте материалы, соответствующие вашему уровню, чтобы закладывать как раз положительные эмоции, что все получается, все понятно. Не перегружайте себя. Не надо сто страниц за раз, иначе у вас отложится, что это долго и плохо. Прочитайте одну-две страницы и похвалите себя за это. А с Puzzle English читать очень удобно, потому что у нас много разных крутых книг. Современных в том числе и с любым уровнем сложности в любом жанре. Незнакомые слова можно просто кликнув, перевести и сразу же добавить словарик, чтобы потом оно не потерялось, его можно было бы повторить и потренировать. Возвращаемся к тому, что читать можно не только книги. Ну а что же еще? Читать чужие комментарии, пока пишем свои. Читать ответное письмо, которое написали кому-то ранее. Читать результаты пройденных ранее онлайн-тестов на сайтах. Читать подписи к мини-видео или заголовки. Читать свои заметки, план на завтра, что купить и так далее. Читать небольшие статьи по темам, которые вам интересны, может быть даже прикладные, про моду с новыми трендами, про путешествия и новый город, который вы хотите посетить и так далее. И не забываем о том, что мы не игнорируем другие навыки. То есть добавляем speaking, прочитав хотя бы абзац, книги, статьи, вслух. Добавляем writing, выписав новое предложение или новое выражение, которое вы не знали. День третий. Speaking. И здесь тоже начнем с развеивания мифа. Speaking – это не только ваши мысли, сформулированные в полноценные предложения. И не только про поговорить с кем-то. Это еще и простое выражение согласия, несогласия, краткие комментарии, реакции, состоящие из пары-тройки слов и так далее. Откажитесь от идеи, вот сначала я сто слов должен выучить, или мне сначала надо грамматику подучить, подразобрать, а потом уж я и заговорю. Нет. Вы говорите и можете говорить уже на первом занятии или в первый день изучения английского языка. Это правда. Все мы понимаем классические варианты тренировки speaking. Разговаривать с русскоязычным преподавателем, разговаривать с носителем языка, разговаривать с другими изучающими английский и разговаривать с самим собой. Все это точно очень полезно, вообще бесспорно. Но это еще не все. Есть и другие варианты того, что вы можете делать в день спикинга. Просто озвучивайте вслух то, что вы видите. Помните, в первый день, день writing, мы создавали чат с друзьями, где общаемся на английском. Вот там можно добавить день аудиосообщений. Это отличная практика. Записывайте свои мысли на диктофон. Когда включается запись, вы неосознанно стараетесь красивее формулировать и точнее структурировать свои мысли. А чтобы понять, как вы звучите и понятно ли говорите, потом можно переслушать себя. Тренируя спикинг, не забывайте о тренировке произношения. То есть вслух читайте комментарии к посту. Это тоже практика. Вслух прочитайте то, что написали в другие дни вы сами. Повторяйте за носителями, прям по целым предложениям. Слышите где-то что-то, пытайтесь воспроизвести это самостоятельно. И лучше с той же интонацией. Наш мозг устроен так, что нам легче воспроизвести то, что мы уже когда-то произносили вслух. Поэтому чем больше вы повторяете, тем легче вам потом будет использовать это в реальной жизни. На Puzzle English у нас есть классный раздел «Диалоги». Это интересный вариант потренироваться самому. Внутри заданного сценария вы разыгрываете по ролям диалог с компьютером, а система определяет, насколько правильно вы произносите фразы. День четвертый. Listening. Порой это один из самых трудных навыков для многих студентов. Я очень часто слышу, вот если бы знать всю грамматику или больше слов, я бы все легко понимал. Думают многие и глубоко заблуждаются. Знай ты хоть 10 тысяч слов. Если ты неправильно их произносишь и не с той интонацией, тебе гораздо сложнее распознать их в речи. Как над этим можно работать? Как можно больше слушать носителей и повторять за ними вслух, практикуя заодно и произношение. Выберите человека, чей акцент вам откликается. И вперед тренироваться. Подражайте просто его интонации, если еще не все понятно. Ищите упрощенные варианты речи. Помните, мы начинаем с того, что легко, чтобы чувствовать удовольствие от процесса. Итак, какие варианты listening у нас могут быть? Подкасты, фильмы, сериалы, интервью и другие видео с живой речью. Какие советы могут быть полезны? Выбирайте фильмы и сериалы под ваш уровень. Почему это важно? Потому что от этого зависит, станет ли это для вас интересным занятием. Или вы просто будете мучиться полчаса и потом больше никогда не включите ничего на английском. Повторюсь, всегда идем от простого к сложному. Смотрите то, что вы уже смотрели на русском. Когда у вас есть представление о том, что говорят и что чувствуют и так далее, это дает вам ощущение расслабленности, что вы уже все знаете. И поэтому вы просто наслаждаетесь английским. Смотрите отрывки. Если смотреть короткие видео, то вы не успеваете устать. Вы можете поставить на паузу, что-то выписать, посмотреть. Это не сильно вас напрягает, потому что вы знаете, что вы смотрите лишь небольшой отрывок. Субтитры. С ними и без. Миксуйте. Когда-то с субтитрами, когда-то без. Почему? С субтитрами наш мозг ленится, меньше слушает, больше читает. То есть вы видите новые слова, новые выражения, новую грамматику. Без субтитров мозг напрягается, больше слушает, больше учится воспринимать на слух и спокойнее относится уже к речи. Какие темы вы выбираете? Ищите то, что вам по душе, что вас вдохновляет, а не просто что-то, чтобы послушать. И тогда вы не заметите, как процесс обучения перестанет быть обучением в скучном смысле этого слова. На Puzzle English разобраны и подкасты, и видео с YouTube на невозможное количество тем. Все структурировано под уровни, под акценты. Это реально очень удобно. Смотрите целиком, выбирайте какие-то отрывки, экспериментируйте, как вам больше нравится. А для фильмов и сериалов у нас есть онлайн кинотеатр Puzzle Movies, где можно выбирать любые субтитры, разные уровни и даже нужный акцент. День 5. Повторяем. Здесь все просто. Просматриваем, перечитываем свои заметки, стараемся составлять предложения с новыми словами-выражениями и максимальное количество раз стараемся произнести вслух все, что у вас есть. Один-два дня берем паузу, чтобы отдохнуть, наполниться и настроиться на продолжение обучения. Как вам сегодняшние идеи для улучшения своего английского? Было полезно? Делитесь своими эмоциями в комментариях. Рады, что вы сегодня были с нами. Это Вероника и Puzzle English. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин